Иван Цанкар занимает почётное место в каноне славянской литературы. Однако в Словении я сталкивалась как с весьма негативными отзывами на его счёт, так и с обожающе восторженными. Некоторые, замученные его текстами в школе, ни за что не хотят его перечитывать в более сознательном возрасте. Ну что меня действительно потрясает. Почти у каждого славянца в запасе всегда найдётся какой-нибудь анекдот или история из жизни Цанкара. Ну, например, самое известное, как богемный Иван Цанкар, возвращаясь домой на Рожник, это отдалённый холм, не очень отдалённый холм, в центре города, но тогда ему он казался отдалённым. В общем, чтобы вернуться на Рожник, он заказывал два экипажа, один для себя, а другой для своей шляпы, а по другой версии для своей трости. Версии разные этого анекдота. Но получается, в сознании практически каждого славянца заложен определённый образ, миф о национальном классике Цанкаре. В России рассказывают истории о Пушкине и Толстом, а в Словении о Цанкаре. Но я думаю, что этот показатель может служить некоторым роде доказательством того, что писатель занимает в своей культуре важное место. Очевидно, что многие произведения Цанкара стали частью национальной и массовой культуры. Так, к примеру, его знаменитый рассказ «Чашечка кофе» уже стала брендом. Действительно, в сувенирных магазинах продаётся кофе с изображением Цанкара или шоколад Цанкара со вкусом кофе тоже есть. Да, да, да. Про чашку сейчас как раз плавный переход. Да, да, да. Ну, подобно этому, наверное, как в России можно встретить шоколад какой-то сказки Пушкина. Да, значит, кстати, на «Чашечку кофе» существует много пародий. Любопытно, что в самом тексте рассказа персонаж Цанкара не произносит слов, вот перечитайте для интереса, он не произносит слов «каве ми дайте». Но эту фразу мы находим на сувенирной чашке с изображением Цанкара. Но авторы пародий тоже, ну, как можно сказать, дописывают тексты. Ну, например, в самой известной пародии на эту тему, на тему «Чашечки кофе» это пародия театра «Пародижник». Пародия это, кстати, и на «Чашечку кофе», и на «Грузу». Всё-таки «Чашка кофе», извините. Да. Ну, хорошо. А, кстати, переведи... Нет, почему? Мотелиться. Хорошо, но существует перевод на русский язык, и переведено это как «Чашечка кофе». И поэтому я пользуюсь уже, ну, как существует, это уже устоялась традиция. Устоялась обычно «Чашка чая» и «Чашечка кофе». Ну, вот, и поэтому просто на русский переведено так. Вот. Ну, как-то. Ну, хорошо. Ну, я как-то... Я, надеюсь, меня простят. Это ошибка. Хорошо. Хорошо. Ну, значит, спасибо. Значит, ну... А на чём я остановилась? Значит, по поводу пародии. Значит, пародия на «Чашечку кофе». Значит, пародия на группу «Лайбах». Значит, в этой пародии, значит, вот, да, произносятся слова «Дайте мне эспрессо», «Дай мне эспрессо», «Дай мне капучин». Вот, значит, ну, я не знаю, знаете вы эту пародию или нет, но вот рекомендую посмотреть. Поищите на Ютьюбе, значит, там вбейте «Цеатр Парадижник», «Марбург», «Лайбах». Там вот, в общем, и найдёте. Вы получите удовольствие. Вот. Значит, также вот в этом контексте стоит упомянуть плакат. Посвящённый проблеме утечки мозгов из Словении. На нём изображён цанкар с чашкой кофе. Он произносит следующие слова. Мати, «Подальшен макьято би». «Гдо би устваря у славянского сгоду вино, чеби отшли наибольшие». Ну вот, ну я перейду, может, не знаю, все ли все поняли, да? Нужно перейду. «Мама, мне бы двойной макьято». Кто будет создавать славянскую историю, если уедут лучшие?» Но в данной связи можно исследовать произведения цанкара в свете концепции смерти автора и читателя как соавтора. Многие его тексты и после его смерти обрастают новыми смыслами и интерпретациями. Судьба классических произведений у разных народов может быть изменчива и непредсказуема. Одно и то же произведение может последовательно казаться оскорбляющим вкус, завораживающим, комфортабельным и скучным. Мне кажется, вот мой тезис о множестве интерпретационных кодов можно упрекнуть в банальности. На самом деле такое можно сказать о любом писателе. На большом, наверное. Но, конечно, есть но. Здесь дело в интенсивности этого разнообразия, интерпретации и, главное, реакции. Я редко встречалась с такими ярко выраженными эмоциональными реакциями и со знаком минус, и со знаком плюс на какого-то другого писателя. Цанкара обвиняли еще при жизни в святотатстве, низости, нигилизме, пессимизме. Упрекали за увлечение нетшанством, анархизмом, социализмом. Его называли социалистом, символистом, социалистом, анархистом, бунтарем, пессимистом, насмешником, мечтателем. Ну, сколько определений я перечислила. И биография и произведения Цанкара вместили в себя не одно противоречие. С одной стороны, знакомство с европейской идеалистической и религиозно-мистической традицией, увлечение символизмом, философией Эмерсона, реализация поведенческого кода проклятого поэта, ну, все знаем, да, мы, Ани Бюргерская, личной жизни Цанкара, а его пристрастие к алкоголю, ну, вот, упоминался уже сожженный католической церковью спорник эротика. Ну, вот, кстати, я вот, комментарий, я сейчас отвлекусь, но я сейчас вернусь к своей теме. Кстати, в требу про третье издание, а знаете, кто третье издание это выпустил, Цанкара? Как раз-таки вот этот Еглич. То есть, он одумался, да, и третье издание, вот, все-таки он там выпустил, то есть, можно сказать, покаялся, вот, а мы так его обвиняем. Ну, и, значит, вот это я, ну, значит, говорила, одну сторону представила, а с другой стороны. Цанкару присущи такие биографические жесты, как национально-патриотические воззрения, реальное участие в политике, демонстративные жесты приятия в адрес католицизма. Творчество Цанкара также гетерогенно. В нем присутствуют дискурсы разных литературных направлений. Символизм, натурализм, реализм, экспрессионизм. И получается, что вот эти разнонаправленные импульсы в его творчестве создавали напряжение, такой энергетический накал, который привел к культурному взрыву, к перекодировке и обновлению национальной словесности. Примечательно, что в Словении Цанкара считали своим писателям и левые, и правые. Например, и социалисты, атеисты, и католики. И вот затронем сейчас по подробнее один из аспектов – религиозность Цанкара. Вероятно, почти не существует ни одного исследования его творчества, в котором не был бы затронут вопрос о вере писателя, а также проблема его богоискательства. Полемика о религиозности Цанкара, разгоревшаяся сразу после его смерти, не прекращается и по сей день. Так, Изидор Цанкар, двоюродный брат писателя, высказал мнение, что Цанкар всегда оставался католиком. Ёжи Григорчич считает, что Цанкар был, цитирую, глубоко религиозным в традиционном католическом смысле. Йосип Видмар видел в Цанкаре социалиста, представителя свободной и прогрессивной мысли. Цитирую, «он не был католиком никоим образом и ни в одной сфере». Ну вот, и, кстати, подобная рецепция повторилась и в истории его переводов на русский. Цанкар опубликовали и в Царской России, и в Советском Союзе, и уже в современной России, и в России православное издательство вот этого благотворительного фонда Иоанна Претича. Совершенно разные аспекты творчества писателя привлекали издателей. Так, в советское время интересы вызывала социальная проблематика, а православных издателей привлекли религиозные мотивы произведений писателя. От Цанкар создано множество работ и на славянском языке, и на русском, и на многих языках. И вот интересно, что его тексты до сих пор вызывают абсолютно разнородные интерпретации. От Цанкар писали известные философы Славой Жижек, Младен Долар. Конечно, заслуживают внимания фундаментальные работы славянских литературоведов Душина-Пирьевца, Янку Коса, Франце Берника, Игоря Гордины. И вот в работах о Цанкаре применяются различные методы исследования. Историко-биографический, имманентный анализ, переходящий в клоуз-ридинг, метод системного анализа, компротивистский, культурологический, психологический, психоаналитический метод, чтение против шерсти, социологический, метод феминистской критики. И это не всё. Ну, например, историко-биографический метод применяют и по сей день, ведь по-прежнему не утихает полемика по поводу причины смерти писателя. Очень любопытное исследование славянского сексопатолога Марьяна Кушичика, «Женщина и любовь глазами» Ивана Цанкара. Но, конечно, тема матери в текстах Цанкара находятся совершенно разные трактовки, но времени нет на этом подробно останавливаться. По-прежнему в исследовательской литературе появляются новые трактовки произведения Цанкара. Так знаменитую сцену из романа «На кланцу», в которой Франска бежит за повозкой, современный исследователь Ницалозия Зупен-Сосич считает новаторской и для европейской литературы того времени. В контексте психоанализа она эту сцену называет «бегом на месте», как в «Ночных кошмарах», и проводит параллель с кафкианской давящей атмосферой. Или же роман или повесть, тут существует дискуссия, какой же этот жанр, «Госпожа Юдит». Исследовательница называет первым феминистским романом в славянской литературе. А если обратиться к трактовкам телесности и сексуальности в произведениях Цанкара, то там тоже можно увидеть много нового. Например, особого внимания заслуживает исследование телесного кода в самом загадочном романе «Цанкара Нина». Это исследование проделала Татьяна Ивановна Чепелевская. Но всем известно, что в романе «Обитель Мария Заступница» Цанкар впервые в славянской литературе пишет о детской сексуальности. Литература «Вет», которую я уже упоминала, Алоизия Зубин-Сосич, изучавшая тему любви и эротики у Цанкара, считает, что в одной из сцен этого романа, конец второй главы, описывается самоудовлетворение одной из больных девочек дектины. Признаюсь, меня очень удивила эта интерпретация. Я даже прочла перечитывать этот отрывок, но мне кажется, всё-таки в данной ситуации речь идёт о гиперинтерпретации. На самом деле интерпретации Цанкара бездна. И многие произведения Цанкара обладают большим интерпретационным потенциалом. А некоторые его тексты даже, можно сказать, шире любых интерпретационных усилий. И нельзя не согласиться с душиным перьевцем в том, что творчество Цанкара в его совокупности никогда перед нами не предстанет, цитирую, как блестящий, прозрачный, чисто эстетический объект. На нём слишком много крови. Ну, а сейчас я хотела бы пару слов сказать о самых загадочных моментах, на мой взгляд. В чём сила воздействия Цанкара? В чём его оригинальность? Совмещение этического и эстетического у Цанкара требует пристального внимания. В повести госпожа Юдид с иронией говорится, цитирую, «Народ морален, а любое искусство аморально». Или всё, что установлено обществом, морально. Цанкар в этой же повести писал, что люди, цитирую, «моральные изоления, всё, что им нужно, всё, что им чуждо, извините, неморально, потому что их это вырывает из тупости». И здесь Цанкар выступает как провокатор. Здесь скрывается основной конфликт. Цанкар для изображения социальной несправедливости, кровавых событий, страшных смертей используют эстетизированный язык. Многие знают, что Цанкар писал ритмизированной прозой, но каков лексический фонд его языка? На самом деле он употребляет самые обычные, простые слова, но необычный ритм. Здесь я прочту цитату из предисловия к итальянскому переводу Цанкара. Арнольд Добрисану пишет, «Он, Цанкар, конечно, не изобретает новый язык, но как поэт из самых обычных, избитых слов создаёт музыку, такие выражения, формы которых в литературе и культуре его народа никогда не было». То есть он создаёт современную славянскую повествовательную традицию, оригинальную и в контексте европейской словесности. «Об обыденных вещах», это уже конец цитаты, это уже мой текст, «Об обыденных вещах, даже печальных или отвратительных явлениях, как, например, социальная несправедливость, детские смерти, война». Он пишет простыми, даже избитыми словами, но находит им необычное место, достигая необычности ритма. Не побоюсь клише, в текстах Цанкара очевидна магия ритма. Им присущ савшиманизм. Его стиль имеет такую трансформирующую функцию. он как бы заговаривает ужасы мироздания, будто красотой повествования спасает мир. Вспомним высказывание «Красота спасет мир», но Ацанкар очень ценил Достоевского. Поэтому, конечно, не стоит произведение Ацанкара сводить только к содержанию, к школьному, что хотел сказать автор. Стоит обратить внимание на форму или стиль его повествования. Бесспорно, сечение Цанкара нередко порождают у читателя чувство тревожности. И одной из причин может быть то, что тексты Цанкара, как и другие канонические тексты, пронизаны чувством странности, действительно тревожности. И Михаил Емпольский полагает, что тревожность, проступающая в некоторых канонических текстах, связана как раз с расширением потенциальной сферы их смысла. Ошеломляющий читателя, и процитирую здесь Емпольского, самый кровавый детектив, более спокойное чтение, чем книги пророков или Кавка, потому что детектив обладает одномерностью смысла, а Кавка шире любых интерпретационных усилий. Ну, вот здесь я, конечно, могла бы бесконечно говорить об интерпретациях, но уже время, совсем поджимает. Спасибо за внимание. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Кстати говоря, Анна Геннадьевна, автор русской монографии о Иване Цанкаре, которая есть у нас в библиотеке, так что, пожалуйста, прочтите, и там, я надеюсь, тоже есть какие-то подробности, которые сегодня были опущены. Спасибо. Продолжение следует...